С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня вторник, 4 октября. В студии Бедерниси Кусейнова. Доброе утро. В Сочи завершился 15-й международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Дагестан представил 62 проекта и 111 инвестиционных предложений. В рамках форума глава Дагестана принял участие в пленарном заседании «Новое качество государственного управления, проекты для роста, проекты для жизни», которое открылось в выступлении председателя правительства Дмитрия Медведева. Рамазан Абдулатипов также встретился с генеральным почетным консулом Италии в Южнофедеральном округе и Северокавказском федеральном округе Пьер Пауло Лодиджиани и затронул перспективы сотрудничества итальянских бизнесменов с Дагестаном. Кроме того, подписано соглашение с агентством инвестиций в социальной сфере. Согласно ему, стороны намерены содействовать привлечение внебюджетных инвестиций в объекты социальной сферы, в том числе в обновлении автопарка скорой медицинской помощи, а также в объекты городского хозяйства, транспортной инфраструктуры и медицинского обслуживания. А с китайскими инвесторами Рамазан Абдулатипов обсудил возможные поставки в Дагестан оборудования для производства пенокерамики. Этот инновационный материал может быть не только тепло- и шумоизолятором, но и покрытием стен и полов. Сообщив, что в республике имеется необходимое для этого сырье, глава Дагестана заявила о готовности поддержать инициативу сооружений в республике завода. Стоимость инвестиционного проекта – около 20 миллионов долларов. В миссии за права рабочих против нарушения работодателей. В Махачкале прошел первый открытый форум прокуратуры республики «Защита прав граждан на своевременную и полную оплату труда». За одним столом собрались представители силовых структур и надирающих органов, в том числе прокурор Рамазан Шиновазов и инспектор по труду Арсен Булатов. Обстоятельный разговор записала София Кемилова. Защита прав граждан на своевременную оплату труда впервые проходит в таком формате. Республиканская прокуратура дала старт открытым формам. Не только обсудить проблему, но и решить ее главные цели площадки. В Дагестане вопрос оплаты труда стоит остро. Так, общая задолженность по зарплате почти 63 миллиона рублей. Результаты принятых нами мер, заистившие только период, погашена задолженность по заработной оплате на сумму более чем 100 миллионов рублей. К сожалению, несмотря на принятые меры, по состоянию на сентябрь месяце этого года общая задолженность по заработной оплате в республике составляет более чем 62 миллиона рублей. Кроме того, органами прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере оплаты труда выявлено более чем 7 тысяч нарушений законодательства, для устранения которых принесено 88 протестов. В суд направлено 1830 заявлений на общую сумму более чем на 31 миллион рублей. Внесено 217 представлений, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарной ответственности привлечено 165 должностных лиц. Бороться с недобросовестными руководителями учреждений предприятий сложно. Те, кого они ущемляют в правах, нередко становятся их же адвокатами. А все потому, что боятся потерять рабочее место. Сначала пишут заявление в государственную инспекцию труда на своего начальника, а после просят не давать делу ход, мол, все решили полюбовно. Действительно очень серьезная проблема занятости. Люди очень сильно дорожат своим местом. Это первое. Второе. Видя такую ситуацию, наши работодатели грешат тем, что они не заключают трудовые договора, не соблюдают абсолютно трудовой кодекс. Они, во-первых, его игнорируют, во-вторых, они его просто не знают. Прокурор внес предложение составить список всех проблемных предприятий и учреждений. Ежемесячно к ним будут приходить проверка соответствующей инстанции. Другую, не менее интересную идею создать на телевидении передачи в формате круглого стола взяли на заметку. Там во всеуслышание будут назвать имена руководителей, которые нарушают трудовой кодекс. А такая реклама мало кому понравится. Уже вторым вопросом обсудили защиту прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного надзора. В рамках реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Сегодня, по инициативе Федерального агентства по делам национальности, во всех субъектах страны пройдется российская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Ее итоги будут подведены ко Дню народного единства 4 ноября. В Махачкале прошел большой праздник любителей ухи и массовой рыбалки. У озера Акогель собрались те, кто любит ловить рыбу, есть ее и кому не безразлично будущее рыбной отрасли республики. А оно есть. Об этом говорили на специальном рыбном совете. А уже в эти выходные наглядно продемонстрировали жителям и гостям столицы, что это не пустые слова. «Хотелось бы, чтобы этот фестиваль стал традиционным. Мы должны возродить добычу рыбы и ее переработки», – отметил председатель правительства Дагестана Абдуса Мадгамидов. Под впечатлениями с фестиваля «Каспийская рыба» вернулась наша коллега по тематах Медилова. Такой масштаб и такое внимание к рыбе впервые. Конечно, многие хозяйства принимали участие в различных сельхозярмарках. Но здесь программа намного разнообразней. На празднике – конкурс для детей. Каждый рисует свою золотую рыбку. Для гостей фестиваля – дегустация и покупки рыбной продукции. В основном продукцию выставили известные рыбокомбинаты, хозяйства и предприниматели. Кто-то разводит и продает свежую, кто-то покупает, перерабатывает сырье и предлагает самую разнообразную продукцию. Популярность копченой продукции больше пользуется. Но форелевая тоже, когда мы второй год ее только разводим, второй-третий год, она только начинает набирать оборот. Мы тоже не жалуемся, бывает оборот. Один из участников – столичный ресторан – уверяет, что для приготовления блюд использует только каспийскую рыбу. Специфика нашего ресторана, основной акцент идет – рыба на углях. Вообще блюдо – рыба на углях пришла с арабских стран. Мы ее захватили и ввели в реальность в Дагестане. На вкус каспийскую рыбу попробовали все, в том числе и высокие гости. Это первый рыбный фестиваль в республике. География участников и число гостей говорит о большом интересе дагестанцев к рыбе. И не только на кухне. Наши предки добывали рыбу, перерабатывали. В 20-е годы вообще промышленность республики Дагестан на 67% состояла от рыбной отрасли. Поэтому эти традиции мы хотим восстановить. Уже в этом направлении многое делается. И думаю, что этот год будет таким стартом для восстановления нашей рыбной отрасли. Рыба свежая, соленая, вяленая, копченая. На фестивале можно попробовать не только все это многообразие, но еще и поучаствовать на конкурсе рыболовов. Здесь идет серьезное соревнование. 60 рыбаков, как опытных, так и начинающих, из разных городов и районов пришли попытать свою удачу. А может и проявить сноровку. Магомед приехал из Унцукуля уже 25 лет, как увлекается рыбалкой. Но условия для всех одинаково строгие. За соблюдением регламента следят судьи. Время засекли, охота началась. Надо отметить, что всю пойманную рыбу участники вернут обратно в озеро, чтобы не нарушать ее экологию. Более того, организаторы выпустили в водоем еще несколько сот мальков промысловой рыбы. В завершение фестиваля – наваристая уха и концертная программа для всех гостей. Махачкала водоканал информирует о том, что в связи с реконструкцией очистных сооружений города, переключении магистральных подающих водоводов, соответствующей подготовкой к осенне-зимнему периоду, будет приостановлена подача воды в Махачкале с 6 часов 6 октября до 6 часов 8 октября. В связи с этим Махачкала водоканал просит жителей столицы сделать двухдневный запас воды. Новости культуры Сегодня в Махачкале в Малом зале Русского театра пройдет гала-концерт лауреатов правительственной премии «Душа Дагестана». Дагестанский театр оперы и балета в Большом зале Русского театра показал школьникам из Бабаюртовского, Кайкинского, Чародинского районов детский сказочный мюзикл по мотивам мультфильма Волта Диснея «Волшебная кисточка Диснея». Режиссер-постановщик Наталья Горшкова, город Москва. О спорте. Вопрос организации проведения праздничных мероприятий по случаю 80-летия Министерство спорта Дагестана обсудили на совещании в Махачкале. Обращаясь к коллективу, руководитель Министерства Магомед Магомедов напомнил о важности и значимости предстоящих торжеств, которые пройдут 5 октября в Доме дружбы. Обладатель трех золотых, двухсеребряных и одной бронзовой олимпийской медали, фехтование. Владимир Назлымов считает, что в Дагестане не все потеряно для этого вида спорта. Напомним, в нашу республику Назлымов приехал для участия в торжествах, посвященных 80-летию Министерства спорта. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается без осадков ветер восточный и юго-восточный 7-12, на севере республики 13-18 метров в секунду. В горных районах юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 21-26 тепла. По горным районам 15-20, местами до плюс 25. В Махачкале ожидается без осадков ветер юго-восточный 7-12, с усилением днем до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 21-23 тепла, вода в море плюс 18. Это был информационный выпуск Вести Дагестана, события дня 18-10. А я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей.